Друзья, значит у нас с вами технологический аудит и исторический контекст. Вся эта проблема с технологиями, она появилась не сегодня. Россия вообще всегда отставала в технологиях. К сожалению, у нас нет хорошей такой погоды. Сюда как бактерии на тепло не собирались люди на эту территорию. Людей всегда было мало, было холодно. А там, где было тепло, хорошее вино, виноградники, плодородная земля, там собирались люди. Они так вот кучковались, как вы договаривались что-то делать вместе. И поэтому первые, например, сельскохозяйственные технологии, вы знаете, из учебников истории, они в Междуречии появились. То есть там люди все это создавали. И один из культурологов, Лесли, он описывает, что дальше вот культура сельскохозяйственная двигалась со скоростью 1 км в год. В сторону Египта, потом в сторону Европы, там дикие племена, Италия, Греция, Испания, Германия. Ну вот потихоньку дошло. И в общем вот технологии, они такое свойство имеют. Передвигаться, сначала появляться, взрываться, значит, охватывать большое количество людей в своем регионе, а потом двигаться вот со скоростью 1 км в год. Вот, например, в Италии в 14-15 веке придумали оперы, и вот я слышал, что, ну там где-то 2 года назад оперу открыли в Грозном. То есть вы представляете, какой путь, значит, чтобы сама такая технология оперного пения завоевала Европа, а потом вот так вот дошла, там через Россию в 18-19 веке, и вот куда-то пришла. Потому что технология оперного пения, это такая же технология, собственно, как технология электричества, мобильного телефона, там железной дороги и так далее. Значит, и вот в 20-е годы, а почему в 20-е? Ну, по сути дела, тоже надо вернуться куда-нибудь к Карлу Марксу, который в середине 19 века, значит, заботился судьбой нового поколения рабочих, которое не получало, ну, такой вот выгоды от средств производства и видел, ну, такое зарождение капитализма. И о чем Маркс пишет? О том, что рабочие должны взять средства производства в свои руки для того, чтобы обеспечить справедливое распределение этих благ. Ну и, по сути дела, как рабочему взять средства производства в свои руки? Он же не учился этому ничему, то есть, как вот он же не может там поорганизовать предприятие, управлять предприятием, для этого надо получить какое-то образование. И Маркс и его последователи, по сути дела, становятся родоначальниками движения научной организации труда. И все, кто в России потом переводят Маркса, например, Богданов, они, значит, становятся родоначальниками, ну, если хотите, scientific management или просто научной организации труда. Потом уже после революции появляется Центральный институт труда, и вообще вся эта тема правильной организации производства, она возникает из необходимости. Вот мы получили какую-то промышленность, теперь как ее нам организовать? Значит, и вот 20-е годы, ну, и до этого, конечно, тоже, поэтому и произошла революция. Те, кто занимались научной организацией труда, заботились, ну, по сути дела, производительностью труда российских предприятий, ну, уже советских. И вот некто Аронович в журнале «Время», это такой журнал издавал «Лига Время», значит, ее председателем был Владимир Ильич Ленин, а в ней состояли Владимир Маяковский, Платон Керженцев на тот момент, председатель Совета Министров, председатель правительства, и различные деятели научной организации труда, Алексей Капитонович Гастев и другие масса разных интересных людей. Например, двоюродный брат, вы помните, Сабина Шпилерейн, она была одновременно, дружила и с Фредом, и с Юнгом. Недавно был такой фильм про нее очень интересный, она оказала, ну, как друг влияние на них обоих. Значит, и вот Аронович, он пишет, что если сравнить американского и русского рабочего, то, значит, американский рабочий производит в год на 1300 рублей, а русский рабочий, значит, производит только на 38, то есть 3% от производительности труда американского рабочего. Ну, я не совсем согласен с Ароновичем, потому что речь идет не об усердности русского гражданина и не о производительности американского, а о системах деятельности и о технологиях, которые с одной стороны используют одни, а с другой стороны другие. Ну, вот он, конечно, пишет о том, что главное значение здесь имеет то обстоятельство, что рядом с каждым американцем работает в среднем 30 механических работников. То есть это машинное оборудование, тракторы, селки и так далее. И за этими работниками, то есть за машинами, современному американскому рабочему и крестьянину приходится только наблюдать. То есть он как бы отмечает то, о чем бы мы сейчас сказали, то есть такой технологический подъем в американском сельском хозяйстве. И я потом на одном из слайдов, конечно, покажу, к чему он приводит. То есть к тому, что из Америки преимущественно сельскохозяйственной страны, в которой там практически 90% населения занято производством еды, к середине 20 века Америка становится преимущественно технологической страной с сервисными компаниями, с производственными компаниями и занятых в сельском хозяйстве остается менее 3% к настоящему времени из всего населения трудоспособного Соединенных Штатов. То есть все остальное делают роботы. Все эти годы, то есть вот 100 лет, мы можем наблюдать рост экспорта сельского хозяйства в Соединенных Штатах Америки. Рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Значит, производительность труда, о чем писал вышеназванный Ранович в журнале «Лига Время», это основной показатель технологического лидерства стран. На следующем слайде у нас, я надеюсь, появится такая картинка. на которой есть линия времени с 14 века до 21 века, до нашего времени. И там линии, значит, там графики, показывающие, какие страны были лидерами в какой период времени. Это, значит, график, который я сделал на данных американского экономиста Энгуса Мэдисона. Он проанализировал аналитическим путем, это рано нам этот слайд, проанализировал аналитическим путем валовый внутренний продукт в истории человечества. Я это переложил на график и случайно, в общем, обнаружил, переоткрыл, что в истории человечества были периоды, которые разные экономисты, социологи, культурологи называют по-разному. Технологическими укладами, технологическими революциями, промышленными революциями, значит, различными периодами в жизни разных стран. Ну вот, в частности, период в Италии 14-15 века, это расцвет торговли и торговых республик. Расцвет Медичи и, собственно, появление простых торговых технологий, которые в то время во всем мире-то и не были известны. Каких? Например, бухгалтерский учет. Вот до внедрения бухгалтерского учета запись шла словами всего учета. То есть и вообще математики, которые там были, Фибоначчи и Лука Почоли, я открывал их работу на латыни, и там прям вот цифрами написано, там, допустим, ну, я не знаю, там 36 плюс 48, не цифрами, буквами, не латинскими буквами, которые на часах, а прям вот словами. Но мы до сих пор эту технологию используем, если заполняем какие-то банковские бумаги, подотчетные документы, то есть мы цифры пишем цифрами, а потом в скобках пишем прописью, значит, сумму, которую получили в подотчет. Кто писал цифрами, скажите сумму, которую получал в подотчет. Есть такие? Еще осталась эта технология вообще в бухгалтериях? Вот, да. Ну, в общем, вот, значит, там у него все написано прописью, а он математик, представляете? И вот они, значит, ездят в арабский Алжир, ну, современный, и там крадут, по сути дела, копируют цифры. И, значит, то все, что они писали прописью, они начинают писать цифрами. И это обеспечивает резкий рост в контроле, учете, обеспечивает возможность быстрее коммуницировать по поводу торговли, быстрее вести записи, все понятнее. И, в общем, помимо того, что это само по себе торговое место, вот у них такой взрыв математики, наук, культуры и так далее. Ну, мы все это знаем. Значит, ну, там появляются какие-то политические причины для того, чтобы часть населения Италии переезжала в другие страны. И мы наблюдаем расцвет Голландии в XVI-XVII веке. Значит, куда едет потом наш соотечественник Петр I, значит, копировать технологии производства голландских кораблей. А вы знаете из истории, голландские, значит, все эти корабли поставляются по всему миру, и в каждой квартире голландской семьи висит картина голландских мастеров, известных голландских мастеров, на которых мы теперь ходим в музей смотреть, а тогда это как компьютер или автомобиль. То есть, ну, такой предмет роскоши, который никто, по сути дела, не может себе позволить. Значит, там работает, например, там известный философ Барух Спиноза, он делает стекла, значит, для телескопов, для микроскопов. Там Левенгук занимается стекольной промышленностью. И, в общем, вот есть такой расцвет всего, что связано с кораблестроением, с кораблями, сильный рост, ну, таких предприятий, артелей на территории современной Голландии, и резкий рост валового внутреннего продукта на душу населения, потому что, собственно, появляются предприятия, которые производят много всякой промышленной, мы бы сейчас сказали, продукции. Значит, вот этот период в Италии, и в то время валовый внутренний продукт был 1400-1700 долларов на душу населения. Потом взрыв такой технологический. Представляете, много людей умных собрались в одном месте, начали работать все вместе. Там такая жизнь замечательная, там делают корабли. Пиво бельгийское известно по всему миру. Значит, и вот это эпицентр в Голландии. Строят дома, каналы. Такая большая работа в это время, конечно, в России ничего этого нет. То есть Петр Первый едет в Голландию, потом в Англию, смотреть, как это все, ну, по сути дела, весь этот процесс промышленной революции стартует, приглашает к себе в Россию огромное количество немцев и голландцев. Ну, прежде всего, это, значит, выгодно, потому что они приезжают как инвесторы и начинают вкладывать в металлоделательные заводы в Тульской области, потом уже на Урале. И, ну, вот фамилии этих людей, они достаточно известны, кто приезжал в Карелии. Они, ну, как бы стартуют целые династии промышленников в России. И, как я говорил, Россия в технологическом смысле была, конечно, отсталой страной. И это первые технологии, которые сюда завозят. Технологии производства металла, а затем будут технологии производства добычи угля самым простым способом на водяных мельницах, а потом будет импорт технологий, связанных с паровым двигателем, и текстильная промышленность уже туда, ближе к западным границам России, а потом современные станки в Иваново и так далее. Ну, вот, посмотрите, потом, значит, следующий период, это в Англии, значит, рост ВВП до 5000 долларов на душу населения, и затем эмиграция из Европы и Англии в США достигает какого-то своего пика и такой квинтэссенцию умов, такого синтеза всяких идей, и Соединенные Штаты обеспечивают себе прорыв в нефтяной промышленности и в автомобильной. Вот. Но в это же время, если посмотреть на Соединенные Штаты подробнее, это вот такой рост к 2000 году валового внутреннего продукта. На этой графике, значит, ну, примерно обозначены войны, периоды взлетов и падений американской промышленности. А вот эта линия зеленая внизу, это линия валового внутреннего продукта, которая производится в это время в России и бывшем СССР до настоящего времени. Значит, я наложил на американский график, чтобы вы могли посмотреть. Вот в то время, значит, в начале 20 века, в 13 году, в России валовый внутренний продукт на душу населения, это полторы тысячи долларов. По сравнению с теми же Соединенными Штатами, у которых уже выше пяти. И об этом как раз пишет Таранович. Потому что валовый внутренний продукт это работа промышленности. А в стране есть занятые в промышленности и те, кто не может работать в силу разных причин. Дети и пенсионеры. Соответственно, поверьте мне на слово, это примерно 50 на 50. В разных странах по-разному. Но будем считать, что для того, чтобы сработать с валовым внутренним продуктом 5 тысяч долларов на душу населения, нужно иметь несколько предприятий, которые производят по 10 тысяч долларов на одного сотрудника. Ну и, соответственно, вот русская революция в первую очередь, ну поскольку это были такие романтики и фанаты своего дела, поставили себе задачу поднять производительность труда. И для этого занимались организацией труда. Ну, в Соединенных Штатах эта задача была, ну как бы, поставлена кругом людей, которые называли себя инженеры механики. И они решали такую же задачу, но по подъему своей промышленности. Это Тейлор, Гант, который придумал таблицы Ганта. Русский иммигрант Вальдер Поляков, который из Санкт-Петербурга уехал в Соединенные Штаты. И тоже занимался вместе с Гантом консалтингом компаний, которые занимались производством и морской логистикой, вот так скажем. Значит, ну а в России тоже есть круг людей, которые этой тематикой занимаются. Но война и некоторый романтизм и увлечение такими пропагандистскими лозунгами все-таки не позволило России достаточно быстро преодолеть этот разрыв. И мы выходим на показатели, которых достигла американская промышленность где-то в начале 20 века, мы выходим только к 50-м годам, когда ценой невероятных человеческих жертв и большой трагедии Великой Отечественной войны Советский Союз вывозит на тот момент современное оборудование из Германии и начинает его размещать на производственных площадках. Стоит еще сказать о том, что и революция в большой степени, конечно, отдала свою жертву промышленному росту, потому что деньги, которые были выручены от экспорта хлеба, экспорта культурных ценностей, были закуплены порядка 300 заводов, которые нам известны как традиционные советские заводы. Они были закуплены в Америке, построены с помощью американского архитектора Альберта Кана, это Ярославский тракторный завод, Горьковский автомобильный завод, ну и по сути дела все предприятия, которые существовали, ну или там начали свою деятельность до войны. Значит, немецкие архитекторы приехали, построили города вокруг этих домов, сюда переехал родоначальник архитектурного бюро Баухаус и многие другие, те, кто не смог сотрудничать с немецким правительством, уже Гитлера на тот момент. Американские консультанты сюда приезжали по приглашению Орджоникидзе из Сталина. И по сути дела вот та промышленность, которая была построена, и та концентрация людей, которая должна была, значит, появиться в местах создания этой промышленности, породила гулаговские лагеря, большие стройки, большие жертвы. Мы, в общем, в топку такую индустриализацию отдали значительную часть истории, при поколении наших предшественников отдали большую часть истории нашей страны. Значит, ну вы видите, как растет график валового внутреннего продукта Соединенных Штатов, вы видите, как медленно растет на фоне различных кризисов, валовый внутренний продукт на душу населения в Советском Союзе и в современной России. Но давайте посмотрим, а чем обеспечен вот этот рост в 70-е, 80-е годы. Вот здесь он еще сильнее виден, подъем американской промышленности. Это Computer Integrating Manufactures, СИМ. Проекты в Соединенных Штатах, когда уже оптимизированы все затраты на предприятиях, уже снижены все расходы, уже сокращены все работники, которых можно сократить, а рынки найдены все, которые можно найти. Что можно сделать в этой ситуации? Непонятно. Значит, и вот они придумывают, что можно сделать станки, которые будут работать без рабочих. То есть это известные в Советском Союзе как станки с числовым программным управлением. То есть к тому времени развивается кибернетика, придумываются алгоритмы, и понятно, что по определенным алгоритмам станок без человека может сделать деталь. А саму деталь можно сделать в цифровом чертеже, то есть с помощью так называемых CAD-технологий Computer Automative Design. И изготовить их на Computer Automative Machine. Значит, и посмотрите, какой рост объемов выпуска компьютеров в компании IBM в этот момент происходит. Это вот компания IBM, которая, значит, стартует с середины, ну такой взлет с середины 20 века, уже к концу 20 века, она набирает выручку 250 тысяч долларов, объемы производства 250 тысяч долларов на одного сотрудника. Значит, ну мы с вами помним, 250 тысяч долларов, значит, если бы все компании работали с такой производительностью, то валовый внутренний продукт на душ населения был бы 125 тысяч долларов. Значит, а как это работает? Если, ну, компания вот работает с такой производительностью, деньги с планеты Земля никуда не унесешь. То есть их надо либо куда-то вложить и там нанять рабочих, либо выдать в качестве зарплаты. В банках как-то держать смысла нет. Соответственно, там, где мы наняли рабочих, мы там, значит, построили новое производство, там заплатим эти деньги. Люди все равно будут при деньгах, пойдут платить парикмахерам, пойдут платить в рестораны за еду, пойдут пить хороший кофе, будут строить дома. То есть будет какой-то рост экономики там, где вот такая производительность, где появляются такие новые рынки. Ну, экономика так работает. То есть мы срубили дерево, которое растет, оно ничего, ну, так скажем, не стоит. Значит, потратили деньги на топор и на сам процесс, чтобы его срубить, распилили его, ну, там потратили какое-то время и деньги, сделали стул, и стул уже стоит денег. Вот мы получили прибавочную стоимость. Кто-то делает стулья. Мы, значит, вот этот рост компаний IBM сравним с последующим ростом компаний Microsoft и Apple, мы вообще удивимся здесь. То есть мы увидим, что 250 тысяч долларов на одного сотрудника, это вообще не предел в новой экономике. В новой экономике, смотрите, значит, компания Microsoft 750 тысяч долларов, а компания Apple, ну, после небольшого, значит, такого падения, она всегда, смотрите, обгоняла по выручке на одного сотрудника компанию Microsoft, работает с выручкой больше одного миллиона долларов на одного сотрудника. А дальше я покажу вам вот такой слайд. И это не предел. То есть в мире есть компании, которые работают еще с большей выручкой на одного сотрудника. С одной стороны, это и российские компании тоже такие, как SACHALIN Energy или, значит, компании вот здесь вот Верхнеченск нефтегаз. Это Сахалин, по-моему, тоже. Ну, то есть это нефтяные и газовые компании. Почему? Потому что это компании супервысоких технологий. То есть мы понимаем же, что нефть и газ, они добываются не лопатой и не по канаве, значит, отправляются на экспорт и на переработку. То есть это супертехнологии, которые появились в Советском Союзе в конце 70-х годов. Это тоже был импорт этих технологий. Мы эти заводы сами не построили, но тем не менее это позволяет, позволяло какое-то время сохранять высокий уровень жизни где-то до 80-х годов до падения цен на нефть. А в 2000-е годы уже новые инвесторы, которые эти заводы приобрели, новые акционеры смогли восполнить вот этот вот новый технологический виток за счет новых инвестиций в эти предприятия и в эти сектора. То есть мы не работаем, ну в смысле вот эти предприятия Сахалин Энерджи и другие, там Удмурт Нехть, они не работают на технологиях 70-х годов, это новые производства. Поэтому такая высокая производительность труда. Это предприятия, на которых мало людей, много роботов, они автоматизированы и такой достаточно экспортно-ориентированный сектор. Но смотрите, такие компании, как Facebook и там дальше Netflix работают с производительностью 4-6 миллионов, 4-5 миллионов долларов на одного сотрудника. Игровая компания Valve, которая делает Dota 2 и Steam, базу игровую, где, значит, люди соревнуются между собой ежедневно 10 миллионов человек по всему миру. Это, ну, по сути дела, население там, половина Москвы и Московской области играет на компьютере в эти игры и вот обеспечивает такую экономику, которая дает компании Valve 6 миллионов долларов в год на одного работающего, там работает 300 человек и 3 миллиона прибыли на одного сотрудника акционером. ну, если там 3 миллиона долларов на одного сотрудника акционеров, то, ну, по сути дела, за вычетом аренды и каких-то и оборудований, которые эксплуатируются в этой компании, ну, обеспечивается какой-то уровень жизни для ребят, которые там работают. Там 300 человек и у них приличные зарплаты и они живут в Калифорнии, штаб-квартира находится в Калифорнии и вот так вот, как бы, с одной стороны устроена новая экономика, но с другой стороны, собственно, вся экономика вот такая. Значит, здесь вот есть небольшой список компаний, среди них не все в цифре, хочется верить, ну, потому что есть какие-то все-таки материалы здесь, там и Хьюлит, Пакард и Самсунг, хотя все стремятся здесь, конечно, из этих компаний уйти в IT-сервисы и уже не заниматься как-то производством. Но это определенные стратегии, которые они выбирают, значит, и вывод, который я хочу сделать из вот этого, из этой части. Лидерство стран базируется на производительности конкретных предприятий. Если это кого-то еще волнует. Значит, но у нас сегодня с вами такая сессия, когда вы можете побыть директорами по развитию своих предприятий и обеспечить помимо лидерства своих предприятий лидерство нашей страны. Значит, вот тот самый слайд, который я вам обещал показать, это о том, что вот в период эмиграции в Соединенных Штатах Америки больше 90% занимались, видите, сельским хозяйством, это зеленая зона, и вот к 2000 году меньше 3%. И также вот в то время растет производство, коммерция, промышленность, другие сервисы, и вот с 56-го года большой рост серьезной экономики знаний, образования и так далее. Ну и об этом можно много разговаривать, но поскольку мы здесь собрались компаниями, которые больше, ну в таком сырьевом секторе, наверное, и в энергетическом, то ну мы меньше об этом будем говорить. А здесь график, который показывает жизнь и смерть различных технологий. Ну смерть здесь только в одном месте, а в основном жизнь, то есть когда появлялись первые телефоны, когда радио, когда телевидение, когда значит стиральные машинки и так далее, микроволновые печи, и вот есть одна линия, которая показывает старт видеомагнитофонов в 1982 году и сильное падение производства видеомагнитофонов кассетных. Пейджеров здесь нет, к сожалению, но мы жизнь и смерть пейджеров наблюдали на своем веку, значит, и ну надо сказать, что и так все технологии, то есть так технологии гидротурбин, производство электричества, такой же жизненный цикл у не знаю, производства ламп, и надо говорить, конечно, о том, что есть определенный цикл жизни, и у таких технологий, когда мы приходили в Сбербанк, писали на листочке, значит, что нам нужно получить какую-то сумму денег, нам в сберегательной книжке писали, сколько нам выдали, а сейчас мы все это делаем кредитной картой, а через какое-то время, может быть, нам и наличные не понадобятся, и мы, значит, не будем соприкасаться с наличными, и я вот все меньше и меньше слежу за тем, чтобы у меня мелочи в кошельке, например, не было, и это тоже жизнь и смерть определенных технологий, технологий продаж, технологий общения с клиентами, технологий сервиса и ремонта, технологий, если хотите, заключения договоров с контрагентами, я помню, было время, когда, чтобы отправить что-то по электронной почте своему товарищу, мне надо было приехать к нему в офис, позвонить ему, спросить, ты электронную почту получил, он мне говорил, я еще не проверял, у меня этим занимается секретарь, я приезжал к нему в офис, мы с ним шли к секретарю, к его, и секретарь открывал, значит, компьютер, и мы получали вместе с ним электронную почту, которую я ему отправил, и он распечатывал то, что я ему прислал, потому что я хотел, чтобы мои товарищи начинали пользоваться электронной почтой, но это было время факсов в то время, значит, можно было еще отправить факс, значит, и, конечно, когда все уже научили использоваться электронной почтой, и имеют электронную цифровую подпись, и можно заключать договоры через интернет с помощью электронной цифровой подписи, я, правда, не знаю, заключаете вы или нет, то можно сказать, что да, производительность предприятий базируется на конкретных, но я вот здесь не написал, но новых производительных технологиях, которые сокращают время коммуникаций, сокращают время наших каких-то движений ногами, руками, транзакций, и повышают эффективность нашей деятельности, или хотя бы оставляют эффективность нашей деятельности такой же, но сокращают наше рабочее время, сокращают наш труд, оставляют нам больше времени на отдых, и так далее. И вообще это возможно, как для предприятий, так и для стран, потому что то время, которое понадобилось, например, для того, чтобы валовый внутренний продукт, а мы помним, что он основывается на эффективности и производительности предприятий конкретных. Вырос, например, в Англии с одной тысячи долларов до двух тысяч долларов на душу населения понадобилось 200 лет, ну, потому что им понадобилось изобрести все эти технологии. США понадобилось, ну, 50 лет, им понадобилось изобрести все эти технологии у себя. Ну, конечно, России тоже понадобилось какое-то время позже, но вот Вьетнаму уже в 20 веке понадобилось всего 15 лет, для того, чтобы пройти этот промежуток. У нас нет задачи повысить валовый продукт в России с тысячи долларов до двух тысяч долларов на душ населения. А? Нет задачи, потому что у нас сейчас в районе 20 тысяч долларов. Такой задачи у нас нет, как во Вьетнаме. Но в Вьетнаме, конечно, больше сейчас, чем две тысячи долларов. Значит, у нас задачи сравняться со странами-лидерами. В Германии сейчас 50 тысяч, 40 тысяч долларов до душ населения. В Соединенных Штатах Америки 50 тысяч долларов до душ населения. В Сингапуре 60. Если взять каждый регион Российской Федерации в отдельности, вы можете увидеть, что в Карачаевой Черкесии, нет, в Ингушетии, Чечне и в Крыму люди живут, имея валовый внутренний продукт на душ населения, как в Италии 15 века. То есть, помните, я вам показывал вот эти периоды. Почему? Потому что там нет современных предприятий, потому что там нет современных технологических предприятий, потому что там негде работать пока. Ну, как бы по Крыму, Чечне и Ингушетии понятно, а вот почему в Ивановской области, в Карачаевой Черкесии, в Туве, ну, еще, может быть, где-то живут, как в Голландии 17 века, это не очень понятно. Хотя понятно, что Иваново все эти годы, ну, начиная с русской революции, эксплуатировало станки, которые до русской революции туда и поставили. И являлись, Иваново было текстильным кластером, в котором были технологии ну, 19 века. и Россия никогда не производила хороших тканей и хорошего сырья для тканей. Ну, простите, ну, это больно такие вещи говорить, но тем не менее. И только сейчас инвесторы, которые несколько раз обанкротили эти фабрики, завезли новое оборудование из Италии. Я был в Иваново, руками, ну, как бы ногами ходил по этим фабрикам. Там, во-первых, не осталось практически ни одной. Но вот то, что сейчас делается на импортных тканях, они делают печать на импортных тканях итальянскими машинами. Поэтому влиятельный какой-то американский журнал поместил Иваново вместе с Детройтом, где Форд производил автомобили, в регионы, которые в ближайшее время исчезнут с лица земли. Просто они не знают, что у нас такая социальная политика, что у нас город исчезнуть не может вообще никакой. Никогда. Даже за Северным Полярным Кругом. Там будут людей кормить, давать им деньги, только чтобы город не исчез. Значит, основная масса регионов находится в зоне Англии конца 19 века, потому что и станки токарные, и слесарные, и все остальное, все производство поставлено в 30-е годы. Ну и есть вот какая-то доля республик и областей, в которых есть может быть автомобильная промышленность, или современные какие-то предприятия, производящие электроприборы, не знаю, или что-то вот в этом роде, может быть рыба, лес, которые в общем показывают производительность труда, как в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Ну а все остальные регионы, в том числе Москва, Ямал-Ненецкий, округ Сахалин, Ненецкий, это те регионы, в которых работают нефтяные и газовые компании, и будем считать, что там более-менее все хорошо, хотя я был на Сахалине и могу сказать, что там ну как-то все ну так бедненько. Никто не работает с Сахалином. Бедненько там. Хотя производительность на одного сотрудника там ну такая, что в общем могла бы позволить кормить целый регион. С бедностью? Я думаю, что с воровством и коррупцией, я думаю, не зря там губернатора отправили в тюрьму. Вот. Но значит посмотрите на этот график. В принципе на региональном уровне тоже можно обеспечить рост валового внутреннего продукта на душу населения. Это значит, что в конкретных штатах Америки за 40 лет производительность труда выросла в несколько раз. Ну, Деловер, это, конечно, ну такой финансовый больше штат, ну там и Нью-Йорк, наверное, тоже. Но вот некоторые другие, которые выросли больше, чем в два раза, почти в три раза, это, конечно, за счет каких-то новых предприятий, новых технологий, может быть, новых отраслей, но это, прежде всего, технологический взлет. Значит, и вывод. Импорт, копирование технологий гарантирует развитие промышленности и, как следствие, целых стран. Значит, я сейчас не призываю к импорту и копированию технологий. Я сейчас вас призываю к тому, чтобы сделать технологический аудит своих предприятий. Давайте разберем с вами нарисуем, во-первых, предприятие, нам для этого понадобятся листы флипчартов. Мы сейчас вам раздадим на каждый стол, чтобы у вас были большие листы, раздадим маркеры и давайте попробуем нарисовать, я бы так сказал, функциональную схему предприятия. А как предприятия сейчас устроены крупно, крупными блоками. Вот какие есть блоки, в которых используются определенные технологии. Давайте представим себе, может быть, погуглим, в каком году эти технологии попали на предприятие. ну, например, вот технология там общения с клиентами, если хотите, там алгоритмы взаимодействия с клиентами, как продажи сейчас осуществляются. Так же, как 20 лет назад, так же, как 10 лет назад, или как у Алиэкспресса, или как у Амазона, или как у Связнова. Значит, вот, ну, в смысле у Евросети. То есть, как сейчас получается организовать вот этот блок продаж, например. Или блок производства. Значит, это стоят станции, построенные в 30-е годы, с турбинами, которые построены в 50-е годы, или это современные турбины, как на современных гидроэлектростанциях в Китае, в Бразилии. То есть, какие-то турбины, собственно, какие-то технологии, какого времени. То есть, вообще, в этом месте можно обеспечить какой-то технологический, давайте так скажем, технологические изменения. Эту технологию можно изменить? Мы пока не говорим о том, сколько это стоит. Значит, в принципе, просто, из каких технологических периодов состоит предприятия. Давайте попробуем нарисовать так, как у нас получится. А потом я расскажу, как можно рисовать. Значит, на это 15 минут попробуйте нарисовать. Я буду подходить к каждому столу, если у вас будут вопросы, вы можете их задавать. Можете задать сейчас. Да, пожалуйста. Скажите, нам нужно перечислить технологии и получается и показать, что вот такие используются и их можно улучшить? Не, пока можно даже не... Просто перечислить факт, фиксируем? Да, просто давайте мы напишем, какие есть технологии на предприятии, как они выстроены в технологическую цепочку. А, ты еще цепочку адресовали? Да, ну, то есть, вот как вы себе ее представляете, условно говоря. Спасибо. Есть еще вопрос, коллеги? только громко как бы... Скажите, пожалуйста, нам нужно составить временную шкалу, как образовывались технологии на предприятии или же по каким-то блокам, как вот вы сказали, производство на каком уровне? Ну, то есть, что конкретно нужно указать? Второе, вам нужно нарисовать предприятие и там пометить, условно говоря, каждый блок. А вот какие блоки всего? Ну, сколько вы выделите, столько и выделите. У вас какое предприятие? Сибур. Сибур. У вас просто все. Да, ну, у вас есть какие-то, не знаю, там, добыча какая-то, там, 70-х годов, там, и, может быть, нефтехимия, вообще, там, 2000-х, там, может быть, завод какой-нибудь закуплен. Друзья, давайте, если вы там что-то не успеваете сделать без перфекционизма, значит, это такая промежуточная работа, мы должны с вами научиться работать с черновиком, то есть, вот то, что мы делаем, это всегда черновик. У нас не будет здесь оценок за сделанную работу, значит, там, даже товарищи, я считаю, должны это оценивать, понимая, что на эту работу у нас ушло 15 минут. Коллеги, вам надо выбрать двух человек из своей группы, которую пойдут, покажут то, что вы сделали в свою вторую группу, то есть, вам надо выбрать двух человек, чтобы вы поделились между собой тем, что вы сделали. Возьмите с собой листочек и три минуты, четыре, пять, посмотрим, как у вас получится, для того, чтобы рассказать в другой группе то, что вы сделали. Я вас не ругаю, не ругаю, но одно только предприятие, одно предприятие сделало так, как я попросил. Выбрал двух человек, отправил на другой стол, с того стола пришло два человека, что-то рассказали. В этом ничего плохого нет, что вы, ну, как бы сделали по-своему, но это определенная технология. Я считаю, что по моей технологии, когда два человека приходят на один стол, а с этого человека два человека приходят на другой стол, соблюдается такая меланхоличная, такая, знаете, размеренная, медленная жизнь, когда вы спокойно приходите, вы не курите ведь никто. Представьте, как будто вы закурили, сели за стол, обсудили с друзьями, без всякой этой нервотрепки, что там нарисовано на листе, получили от этого удовольствие. Вместо того, чтобы встать нервно, короче, сгрудиться большой группой, 10 человек обсудить, как будто у нас стресс какой-то. У нас нет пока никакого стресса с вами, мы должны научиться спокойно работать за столом, друг с другом, без проблем, значит, обсуждая, что написано, не мешая друг другу, не давлея, потому что, ну, получается сразу преимущество тот, кто выше, значит, в обсуждении, он такой над всеми сгрудится, и вот там что-то, поэтому все встают, потому что один встает, ну, в общем, вот такая штука, поэтому, ну, мы когда еще будем сейчас рисовать что-то, вы попробуйте поработать спокойно за столом, как будто вы никуда не торопитесь, получите от этого удовольствие, вот так, значит, здесь все круто, то есть, надо было нарисовать схему предприятия, вы, наверное, мою идею поняли, и выделить ну, такие места, на которые можно было бы вот так вот показать пальцем и сказать стройка, технологии строительства плотин не менялись 60 лет, то есть, и там, соответственно, узкое горлышко какое-то, там не может быть большой производительности, как в технологиях строительства, так и в том, что построено, ну, если 60 лет, я бы просто нарисовал бы год, написал бы, ну, как бы понятно, что 60 лет, генерация, там, вот здесь турбины, значит, вот они у нас такого года стоят, ну, поменять, скорее всего, нереально, ну, может быть, реально, там, при определенных инвестициях, но пока вот, ну, там, непонятно, значит, сейчас это дает такую у нас производительность электроэнергии, стоит она столько, работает там столько сотрудников, а если мы поменяем, мы пока не смотрим на инвестиции, то там будет работать в 4 раза меньше сотрудников, а электроэнергии будет в 4 раза больше, значит, производительность труда вырастет, а мы смотрим только на один показатель, выручка на количество сотрудников сейчас, потому что, если смотреть на прибыль, то в принципе все хорошо, мне кажется, все с прибылью, я думаю, что технологический переход не всегда моментально приносит прибыль, он обычно приносит затраты, но потом, как бы эффект долгосрочный, на следующие 50 лет совершенно другой, а если не поменять, то через 50 лет компания просто разорится, потому что новые технологии, новые энергетики, новые химии, новых IT, ну просто вытеснят старые технологии с рынка, это же очевидно, значит, вернемся, как мы рисовали схему предприятия, схему предприятия можно рисовать 4 способами, а мы должны совместить все 4, мы как бы должны двумя глазами на это смотреть, а потом еще надеть очки и очками на это смотреть, у нас должно быть 4 глаза, чтобы смотреть на предприятие, значит, организационная структура, если мы рисуем организационную структуру, мы должны видеть всех сотрудников, которые работают на предприятии. Мы ее так должны нарисовать. Вы видели такую анимацию? Кто-нибудь видел? Никто не видел? Тогда я покажу. Можно включить это YouTube-видео? Там можно нажать и воспроизвести. Это компания «Автокат», и здесь каждая точка соответствует одному сотруднику в компании. Здесь 4 года или 3 года этой компании. И показано, как сотрудники переходят из отдела в отдел, как отделы ликвидируются, как приобретаются новые компании внутрь этой группы. Значит, соответственно, маленькая точка рабочая, большая, менеджер. Просто смотрим, как можно визуализировать организационную структуру. По дням. Ну, мы, наверное, все смотреть не будем. Но, в общем, представьте себе, какие динамичные изменения происходят в больших компаниях. Ну, больших по выручке. Таких компаний больших, как у вас, там и нет. На самом деле. Значит, дальше еще можно смотреть одним глазом, который, значит, видит модель процессов. Вот это самое главное. И я прошу вас на это обратить внимание. Я бы хотел, чтобы вы следующую картинку про свое предприятие нарисовали именно исходя из этой логики. То есть, есть исходный материал, есть конечный продукт. То есть, как мы говорим, продуктовую специализацию надо показать. То есть, сейчас вы в основном нарисовали организационную структуру, но ничего не сказали о том, ну, может быть, кто-то сказал, какие продукты производит компания. Ну, на большинстве диаграмм, во всяком случае, так. Давайте посмотрим, как процесс устроен для производства каждого продукта. Из чего получается конечный продукт, который в итоге покупает потребитель. Значит, и вот там, где написано function, деятельность, средства, там как раз и сосредоточены какие-то технологии. То есть, технологии прошлого, технологии настоящего или самые современные технологии, технологии будущего. Ну и, кстати, управление control тоже, конечно, бывает разным. То есть, одно дело, это механический какой-то контроль, или визуальный, или там предприятие охраняет службу безопасности, за всем этим следит. Совсем другое, это видеоконтроль, видеоучет, совершенно другие технологии учета и склада, и производства, и всего остального. Эта схема, она придумана в 59-м году, значит, в 50-е годы. Дуклус Росс ее нарисовал. Я ее использую, потому что я как бы вообще развиваюсь в школе московского методологического кружка. Там как раз была схема, исходный материал, конечный продукт тоже своя, на базе этой. Значит, язык бизнес-процессов вы знаете. Вот так рисовали схему научной организации завода, когда не было языка бизнес-процессов. Это 1913 год, это русский инженер Леонтий Левенстерн, Арнольдович Леонтий Арнольдович Левенстерн, инженер-механик, женился, кстати, на племяннице Ивановского губернатора. То есть вот он такой тейлорист, консультант, все понимает в организации труда, может нарисовать такую схему завода и входит в родство с крупнейшим кланом промышленным в России. То есть вот как бы посмотрите, как устроено все забавно в жизни. В 20-е годы умер. Тоже, ну, связался с революционерами, потом делал первый перевод Тейлора на русский язык в 1913 году. Значит, а это вот Дисней так рисует свой завод по производству мультфильмов. Ну, тоже завод. То есть в то время просто верх технологий. Ну, до сих пор вот эти креативные индустрии, кино, производство мультфильмов, дизайн, архитектура, ну, то, что все красивое и новое, это 75 тысяч долларов на одного сотрудника считается в среднем. То есть это, ну, хороший очень показатель для мировой промышленности. Значит, материальный план. То есть нам это надо все нарисовать, привязать к, условно говоря, во-первых, к географии, ну, к земле. Знаете же такое выражение? Мы работаем на земле. Вот нам надо нарисовать, привязать к земле. То есть организационные структуры, процессы, это все в воздухе. А есть то, почему мы ходим ногами, там, где реально добывают, реально ногами проходят. Вот это вот одна из первых схем Соликамского региона. Это Соликамские заводы, это русский чертежник Чемизов, Черезов, нет, не Чемизов, точно не Чемизов, рисовал, значит, карты, это реки, то есть у него вот такая география была, живая, значит, где что построено, кто где работает и так далее. Это вот как соль добывают, он здесь нарисовал. Это вот простой план материальной кофейни. То есть мы здесь не видим ни структуры, ни процессов, но кофейню в разрезе, это кофейня Артемия и Лебедева, ресторан, если помните, на Мясницкой такой был. Вот мы все понимаем, здесь вход, где кухня, где кто может сесть и так далее. То есть и завод мы также можем нарисовать. Особенно хорошо, если это 3D-модель, особенно если, хорошо если это в динамике, особенно если вы знаете, что теперь это называется цифровые двойники. Значит, и вот такая схема тоже. Вполне это материальный план, это схема поставок. Я так понимаю, здесь нарисована схема поставок, если я ничего не путаю, при производстве мобильного телефона. То есть где-то добывают какие-то цветные металлы в Африке, в Танзании два завода, потом перерабатывают где-то в Таиланде, в Азии. Есть какие-то технологии крутые, которые поставляются туда из Европы и США, а сборка, вы видите, происходит вот в районе Юга Китая. То есть это стартап MIT, университета Массачусетского технологического, который так визуализирует систему поставок. То есть в принципе, при нанесении вот так вот поставок на карту для конкретных предприятий, они исправляют кривую логистику. То есть видят, что, например, товар для того, чтобы попасть, ну или там вот цветной металл, исходный материал для каких-то плат, мобильных телефонов, прежде чем попасть, например, в Таиланд, едет в Австралию, и австралийская фирма его продает, как австралийский, например, то они вот такую кривую поставку видят. Ну и кроме этого, первое лицо компании видит, какие есть, условно говоря, политические риски при приобретении цветных металлов в Африке, связано ли это как-то с нарушением прав человека и так далее. То есть и вот это вот все вот можно видеть на карте, все поставки. Это материальный план. Это то, что мы можем, грубо говоря, вот видеть или на карте, или на земле, или прям своими глазами при посещении предприятия. И вот главное, на мой взгляд, к чему мы должны прийти, это функциональная схема предприятия. Функциональная схема предприятия вообще не преподается в университетах. Это из, ну, хотите, если хотите, из системной инженерии, такой функциональный план, функциональная схема. А вообще, ну, к сожалению, вот здесь ничего не видно почему-то, но ладно. Значит, вообще это из архитектуры понятие пришло в управленческий язык. Функциональная схема квартиры предполагает, что в ванной как бы моются, в кухне едят, в спальне спят, а в гостиной принимают гостей. И эти функциональные зоны не совмещаются между собой. Или, допустим, мы знаем, какие зоны можно совмещать. Например, кухню можно совместить с гостиной, но со спальней нежелательно. А библиотеку, ну, в смысле, можно функцию библиотеки в квартире вообще вынести. То есть не будет библиотеки в квартире. Функция читать книги будет, а библиотеки самой не будет. У нас не будет функциональной зоны библиотеки. Мы эту функцию читать книги будем выполнять в библиотеке, ну, в городской. Или, допустим, мы хотели бы иметь фитнес-зал у себя в доме и зону такую функциональную, в которой мы занимаемся спортом, но не будем это делать в квартире, а функция позаниматься спортом останется, мы пойдем в фитнес-центр заниматься спортом. То есть и такие функциональные зоны, функциональные блоки есть в любом предприятии. Например, функция сбыта, или функция поставок, или функция переработки материалов, или функция складирования готовой продукции. То есть мы вот такие функции, когда мы будем с вами рисовать вот эту схему, исходный материал, конечный продукт, сейчас после перерыва, значит, мы бы должны вот там, где у нас написано function, деятельность, расписать это как раз такими крупными блоками, функциями. То есть какие функции выполняет предприятие. По-хорошему, когда вы все будете директорами по развитию, задача директора по развитию и вообще организационного директора, генерального, коммерческого, собственника, привести организационную структуру и процессы предприятия в соответствии с теми функциями, которые у компании есть. То есть вот эти конкретные блоки, они вплоть до физического расположения должны помочь предприятию, нарисованные блоки должны помочь предприятию правильно организовать цепочки производственные у себя на предприятии, в цеху или на большом производстве, на заводе. Ну вот так вот рисуют. Это вот такой детский какой-то наивный рисунок, это общественная организация нарисована. Ну вот они какие-то блоки интуитивно чувствуют, вот они есть, и они их здесь нарисовали, как будто они океаном разделены. То есть вот есть функция, не знаю, там поставок в компанию, а есть функция, значит, ремонтов. И они от друга так далеко, что между ними океан. Вот они вот сели, начали рисовать компанию и понимают, что они не встречаются никогда друг с другом, не общаются и так далее. Ну и вот так вот нарисовали. Там есть еще, конечно, у них рисунок, вот эта ситуация, это ситуация прошлого у них, а есть у них ситуация будущего, когда они на одном острове все, как бы и друг к другу мосты, и в общем вот они вот так вот нарисовали это все. А это функциональный план, мы это называем банковской системой Франции. То есть смотрите, здесь каждая функция представлена как шестеренка, которая гонит процесс. То есть это такое очень важное, на мой взгляд, представление. То есть и функция сбыта, и функция ремонтов, и функция переработки исходного материала в конечный продукт, и функция учета, и функция сбыта, все функции гонят такой вот механизм, как часы, или даже не как часы, а как вот такую машину с приводами, значит, для того, чтобы предприятие работало. И идет процесс все время. То есть такой вот конвейер предприятия, это такой конвейер. Вот это мы пробовали схему энергетического одного предприятия, выделили главные функции. На предприятии в момент, когда мы описывали его работу, работало 12 тысяч человек. И когда мы разобрали каждую функцию, а сколько там на самом деле нужно людей для поддержания деятельности, для поддержания этой функции, выяснилось, что нужно 6 тысяч человек. 6 тысяч человек всего. 12. Да, да, да. Ну и это, конечно, избыточная надежность этого предприятия. Или такие взятые на себя сверхобязательства по социальной поддержке людей, которые там работают. Но это так долго не может продолжаться, потому что в итоге такой объем, ну такая низкая производительность, давайте так скажем, оказывает влияние на себестоимость конечной продукции. В итоге ложится на тарифы. В итоге люди выходят на площадь, не хотят столько платить и так далее. То есть тут все в экономике взаимосвязано. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы вы примерно такую картинку, показывая свой исходный материал и какие-то типы своих продукций, нарисовали. И здесь бы мы внутри могли бы говорить о каких-то технологиях. О технологиях учета, потому что их можно точно перевести на цифровой учет. Технологии контроля, какие-то технологии ремонта, соответственно, они помогают нам как-то с датчиками. Ну и само производство, конечно, само производство. Сети, сбыт. То есть, ну, я практически уверен, что все предприятия устроены почти вот так, тем или иным образом. Давайте мы сделаем следующее. Еще раз перерисуем ту схему, которую вы начали рисовать, ну, чтобы она была похожа вот на это. В идеале, конечно, желательно что? Желательно написать, что сети. У нас там 30 тысяч работников. Сбыт. У нас там 200 человек. Ремонты. У нас там 100 человек. И 4 подрядчика. Там генерация. У нас там 6 тысяч человек. Не знаю, там сервисы, то есть АТП, еще что-то. Значит, там столько-то человек. Дальше сбыт. Мы видим на 16 миллиардов. И эти 16 миллиардов у нас вот закрывают все эти затратные сейчас для нас функции. Все функции являются для нас затратными. Они, во-первых, ну, те функции, которые обеспечивают превращение исходного материала в конечный продукт, они затратные по фонду оплаты труда, затратные по налогу на имущество и затратные по приобретению исходного материала. Все затратные. Значит, соответственно, если мы переходим на какие-то другие технологии, у нас там другие затраты. Они должны стать меньше, меньше на год, я имею в виду. На год должны стать меньше, потому что у нас сократится, скорее всего, фонд оплаты труда. Потому что это уже, ну, как бы инвестиция в замену технологий прошла, условно говоря. Ну, и так мы можем посмотреть, регулировать, нужно ли нам такое количество сотрудников для выполнения этих функций, как я вам говорил. Бумага все стерпит. Мы можем фантазировать. Значит, это не значит, что мы совершаем какой-то переворот в реальности. Но позволить себе подумать об этом, я считаю, необходимо. То есть, в идеале мы можем написать выручку компании, мы можем посчитать количество людей, занятых в каждой из затратных функций, а потом представить себе, представить, не обязательно это опять-таки делать в реальности, что мы все сервисы, то есть доставку исходного материала нам на склады, то есть там мазута, условно говоря, или угля, если это генерирующая компания, мы покупаем. То есть, это не наша функция. Это функция, которую для нас делают. И учет, это не наша функция, это чья-то функция. Или, например, мы – это учет, а генерация – это не наша функция. То есть, вот, допустим, прости господи, Русгидро становится IT-компанией просто. IT-компания. А вся генерация – это не Русгидро. И тогда производительность труда совершенно по-другому выглядит. Генерация – это генерация Русгидро. Отдельная компания с низкой производительностью. Но с возможностью, когда большая компания, которая может считать свои затраты, сможет инвестировать и заменить неэффективный технологический орган на своем теле. Понятно, да? Давайте попробуем так нарисовать с такой вот продуктовой фокусировкой компании. Давайте на это тоже 15-20 минут. Друзья, смысл этой, конечно, работы был в том, чтобы выделить функции, посмотреть, в каком технологическом укладе каждая функция живет, и при необходимости проработать каждую функцию отдельно. Вот если бы у нас с вами был какой-то консалтинг на ваших предприятиях, мы бы теперь каждому столу отдали бы какую-то функцию одну, вот из тех кругов, которые вы нарисовали. Вот, например, я вижу здесь функцию отчетности. И, значит, сказали, а теперь, ребята, вот вы, департамент, который занимается отчетностью, сдает отчетность, формирует отчетность, скажите, как нам у вас увеличить производительность труда, сократить наши расходы, тратить меньше времени на это, как бы, дело. И в итоге, как бы, потенциально, может быть, рассмотреть вопрос, чтобы, поскольку вы все хорошо очень разбираетесь в нашей отчетности, вывести вашу фирму за пределы предприятия, чтобы мы могли вам платить, как бы, за те услуги, которые вы делаете, но не держать в вашей штате, потому что это нам повысит производительность труда. У нас будет меньше сотрудников, соответственно, выручка останется такая же. Ну, вот этот ваш процесс, вот функция формирования отчетности, он на нашу выручку никак не влияет. То есть выручка останется, людей станет меньше, а вы там у себя, может быть, пару человек, которые больше курят, а не работают, сократите. И сможете там у себя еще оптимизировать, что-то заработать, и, в общем, вот как-то вот так вот это все устроится. То есть потенциально, как бы это было в такой игре, где мы бы реально планировали стратегии развития предприятий и жизни каждой функции, как нам это можно сделать. Значит, а теперь, помните, да, у нас произошел фейл с переходом со стола на стол. Давайте мы его не повторим. Значит, давайте два человека возьмут лист бумаги, и мы расскажем другому предприятию. Вы сейчас работали по командам, но мы просто перейдем по против часовой стрелке. Вот так вот, смотрите, вот у нас такая змейка будет. Вот вы перейдете на этот стол два человека, а два человека с этого стола перейдут вот сюда, на этот стол. Вот, и вот так вот против часовой стрелки. Один раз вы расскажете своей компании, то есть ребятам из своей компании, один раз ребятам из другой компании. Собственно, как вы нарисовали функции предприятия. А те, кто будут слушать, вы задавайте вопросы, сколько у вас там работает, какие вы здесь технологии используете, как там у вас вот в этой конкретной функции все устроено, проявляйте интерес. Все, в общем, тогда стартуем. Вот с этим листочком переходите на следующий стол, на рассказ 4 минуты. Вы можете сейчас присесть и будете работать в этой команде дальше. Как часто бывает в компании, вы нашли себе новое место работы здесь теперь. К вам пришли ваши работодатели новые. Значит, теперь у нас такие смешанные, так скажем, игровые команды. Здесь Сибур, здесь Мособлгаз, здесь тоже Сибур. Значит, и вот это игровая ситуация. Поменяли работу. Значит, я вам должен рассказать, что мы теперь с вами должны перейти к рассмотрению на этой схеме какой-то новой модели. Ну, мы же здесь говорим о технологическом лидерстве. То есть мы должны с вами найти узкие места у себя в предприятии. Вы теперь здесь все собственники, и все директоры по развитию, и все генеральные директора, и кровно заинтересованы в повышении производительности труда. То есть и методы, в которых вы будете повышать производительность труда и привлекать новые технологии, ну, для вас не ограничены. То есть поскольку, ну, вы не на своем предприятии сейчас это пробуете. Значит, и проверять то, что вы сделали, никто не будет. И, собственно, вы это делаете только для себя и даже не для меня. И, в общем, нам надо рассмотреть вопрос, во-первых, какими технологиями можно заменить то, что нарисовано на схеме, а, во-вторых, как это повысит производительность труда. А чтобы вам не было скучно, дайте, пожалуйста, презентацию. Я вам покажу, значит, текущую производительность труда в долларах, ну, правда, немного устаревшие цифры, на каждом предприятии. Вот выручка Росгидро в 2017 году 348 миллиардов, 71 тысяча сотрудников, 84 тысячи долларов на одного сотрудника в год. Это открытые данные из интернета. В этом никакого секрета нет. Каждый из вас может получить такие же. А вот Гидроквебек, канадская компания, 10 миллиардов долларов выручки, 20 тысяч сотрудников. Примерно та же сфера, за исключением того, что у них генерация не только гидро, еще разная есть. Но Росгидро в генерации, как бы и в технологиях изготовления электроэнергии тоже никто не ограничивает специально. Ну, во всяком случае, в этом помещении. Значит, 519 тысяч долларов на одного сотрудника. Вы мне можете сказать, Максим, ты нас обманываешь, там дороже электроэнергия. Не вопрос. Значит, найдите тариф, сделайте поправочный коэффициент, и давайте посмотрим, какая бы у них была выручка, если бы они продавали по нашим ценам. Или у нас, если бы мы продавали по их ценам. То есть это не драматично, как бы не в разы отличающиеся тарифы. Не в разы. Значит, Мособлгаз, 77 тысяч долларов на одного сотрудника. Я вообще считаю, что для хорошей компании, как вы помните, больше 75 тысяч долларов на одного сотрудника, это прям очень хорошо. То есть это вот как в креативной экономике, там, где кино, мультфильмы, дизайн, архитектура и так далее. Росатом очень долго шел, не знаю, как перешел или нет, к 100 тысячам долларов на одного сотрудника. Это вот в России тяжелый показатель, который желательно бы преодолевать. Но 77 тоже неплохо. Видите, это в основном. Компания, кстати, занимается практически только продажей. То есть это непроизводящая компания. Отличный показатель. Но аналогичная компания, которая занимается розничными продажами природного газа в США, примерно столько же сотрудников, 146 тысяч долларов на одного сотрудника в год. Россети, 62 тысячи долларов на одного сотрудника. American Electric Power, 869 тысяч долларов на одного сотрудника. Sibur, 347 тысяч долларов на одного сотрудника. Компания из Саудовской Аравии с аналогичным профилем. Миллион 137 тысяч долларов на одного сотрудника. Ну, так скажем, конечно, не в 30 раз разрыв, как в начале 20 века. Но есть куда расти. Поэтому на той же самой схеме, которая у вас лежит на столе, давайте посмотрим эти резервы роста. То есть что можно сделать с компанией, чтобы сравниться вот с такими показателями. Выйти на новые рынки, сократить сотрудников, вывести за контур предприятия лишние подразделения. Или найти новые технологии. Кратно увеличить производительность труда на каких-то участках, на каких-то функциях. Собственно, вот этим мы должны сейчас с вами заниматься. Это у нас называется моделирование сценария технологического лидерства. На это 20 минут. И я вам для мотивации оставлю этот слайд. Друзья, закончилось время. Но на самом деле, конечно, не закончилось время для такой работы, которую мы с вами начали. Мы просто, ну, по сути дела, попробовали, как работать со своим предприятием на листе бумаги, видя его, ну, во всей полноте. Такой сложный объект с большой выручкой, с большим количеством людей. Но вот сократить его до размера листа флипчарта. я хочу попросить вас сказать, что, какие трудности вызвала эта работа. Что вам показалось наиболее таким сложным при работе на листе бумаги со своим предприятием. Давайте вы. Ну, давайте и так, и так, как вам удобнее, что вам больше как бы на душе. Основной проблемой, когда мы работали со своим предприятием, то есть с предприятием Мосуболгаз, чтобы все понимали, наши коллеги просто ушли за другой стол, было две идеи основных. Если можно вернуть слайд, который был схемой, я объясню почему и вам заодно, если возможно, задам вопрос. Могу задать вопрос? Да, 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 конечно, да. Здесь схема изображена одной из энергетических компаний, правильно я понимаю? У которой, конечно же, в виде тест вот этих, это же, ну, некие филиалы, правильно, которые работают и воспроизводят тот самый продукт конечный наш. Конечным продуктом у нас здесь тепло является и электроэнергия, собственно, да. Есть сети там, есть сбыт. Сбыт – это деньги. Ну, пускай они будут так. Изначально мы сделали нашу собственную схему. Мы даже воспользовались старой схемой, которую нарисовали, да. Это было наше предприятие, как филиал, да. И если здесь посмотреть, вот это вопрос сейчас будет. Пунктирная линия. Ей можно пользоваться как подсказкой этой схемы о том, что сверху находится управление этой компанией основной, то есть аппарат, некий управление, да, и у вас выведена отдельно на этой схеме налоговая управленческая отчетность. Это все, что вне. То есть в нашем случае у нас регулятором является правительство Московской области, да, например, там налоговый орган и регулирующий правительственные органы дополнительные. Спасибо вам за вопрос. Дайте я на него отвечу. Значит, вот что касается этой пунктирной линии. Не надо воспринимать это так, что это находится сверху. Это находится рядом. И это определенная функция этого есть. Вот у того, что сверху. То есть это не функция управления. Я ребятам уже рассказывал, что скорее всего, в таких современных теориях управления, вот управление скорее всего выглядит так, как будто никто ничем не управляет. То есть генеральный директор или акционер может думать, что он чем-то управляет. Он может кричать, может выдавать премии, может наказывать штрафами. Но реально в каждой функции люди делают все, что хотят в самом плохом смысле. В смысле, прям делают, что хотят. Короче, и те, кто делают, должны очень хорошо понимать свою функцию вот здесь. Зачем они это делают? Может быть, тогда у них есть в этот момент ответственность и желание делать то, что от них хотят все другие. То есть это предмет договоренности между сотрудниками предприятия. Если нет, то все идет в разнос. Но линия вот эта штриховая показывает, что внизу находится некий конвейер, который в принципе мог бы работать и без учета, и без контроля, но не без ремонтов, и без отчетности. И эти все функции, они являются рефлексивными по отношению к деятельности конвейера. То есть вот конвейер идет, а кто-то смотрит и учитывает. Кто-то смотрит и контролирует, чтобы никто ничего не украл. И если эти данные по учету пришли в органы, которые сдают отчетность генеральному директору, то он сдает отчетность. Вот у него такая функция. А не функция управления. Потому что, а что им управлять? Он работает. Я имею в виду модель. Эта модель может быть такой? То, что сверху есть аппарат. Ну, оно не сверху, оно вот рефлексивно. Оно рядом как бы. Вот в нашем случае это, например, управление и филиалы. Ну, допустим. Ну, может быть, да. Допустим. И поэтому в нашем случае первая модель была простая. Это входное сырье. Исходным материалом, который на схеме изображен, у нас является газ. К сожалению, других ресурсов у нас нет. К счастью. Или к счастью, да. Это, наверное, единственное. У вас модель купи-продай, как в киоске. Купил, продал. И нашим прямым, прямой обязанностью и задачей является его транспортировка и поставка газа населению. Вот две таких основных. У вас функция такая есть там. Да, функция такая. Которую можно было бы кому-нибудь отдать, технологизировать, значит, или выполнять более современно. Но мы сейчас говорим про проблемы, о которых мы сказали, по построению схемы самой, да. И дальше мы получаем услугу. Услугу в виде транспортировки, поставки, да, там. Да. И выход – это сбыт, да, финансы. Ну, то есть финансовая составляющая. То есть это деньги. Фактически мы газ меняем на деньги с помощью наших труб, да. Будем так говорить. И есть вторая схема. Вторая схема как раз переходит у нас по дальнему кругу, по длинному кругу пошла, да. И там как раз была сложная схема, где расписаны вообще все функции, которые входят в состав нашей организации, как филиала, например. Да. О том, что у нас существует сервисное обслуживание, там, продажа материально-технических ценностей, да, каких-то, то есть это там котлы пускай будет, да. Это все попутное сырье. То есть это то, что занимает 11,5% сейчас в нашем предприятии. И все остальное занимает… Поэтому две модели имеют право жить. Две схемы имеют право жить. Две схемы, конечно, да. Да, она большая. Да. Оптимизированная схема. И более точная, где можно выбрать как раз… Ну, я думаю, что у других компаний получилось точно так же. Две немножко отличающиеся между собой схемы. Да, ко мне ребята приходили, показали сначала одну, нарисовали, да. Потом как бы положили на нее сверху шаблон, говорит, а вот так, говорит, можно сделать. Да. И я как раз хотел, чтобы каждый стол увидел две схемы. Потому что люди рисовали все по-разному. Потому что каждый человек на своем месте работает как хочет. Не потому, что он так хочет, а потому, что он по-другому понимает, как работает компания вообще в принципе. Вот еще в этом была идея. Показать, что люди по-разному видят и свое место в компании, и как оно устроено. Это по поиску… Ой, по построению схемы, да. И самая главная проблема, с которой мы столкнулись и здесь, и здесь, и, наверное, все остальные ребята, скорее всего, тоже столкнулись, да. Что найти место, где можно технологическую цифровизацию какую-то сделать, да. Показать, провести реорганизацию, может быть, какую-то технологическую реорганизацию, я имею в виду, усовершенствование. Да. Это огромнейшие финансовые затраты. Но я имею в виду, допустим, по сетям, это просто по сетям, да, у них действительно есть технологически устаревшее оборудование. То есть та самая технологическая база, о которой вы говорите, она есть вплоть до почти столетней. Скоро говорят, сто лет будет там где-то в Ленинграде, я не знаю, или что-то такое. Да. Их подстанции просто настолько устарели технически, что их приходится обслуживать огромным количеством людей. И мы понимаем, что нужно вложить большие деньги, заменить эту подстанцию на современную цифровую подстанцию, которая в автоматическом режиме с удаленным управлением может работать. Мы можем оптимизировать, но оптимизировать что? Вложив огромное количество денег, мы оптимизируем своих персонал. Мы уберем его просто, он нам больше перестанет быть нужным. Но мы не своих будем вкладывать, правда? Вот в смысле, когда мы, вот компания, у вас с этой компанией кто пришел? Вот, значит, Павел. Ну вот мы с вами, вот можем Павлу деньги дать на покупку компании, вот этой подстанции? Нет, нет, ну по 100 рублей. Так, чисто инвестирование небольшое, конечно, конечно. Ну при каких условиях? Ну нам же нужно... Ну при каких условиях мы ему дадим? Мы понимаем, что у него старое оборудование, но у него есть сбыт. У него есть клиент. У вас сколько клиентов? Большое количество. Вот 1 миллион 127 тысяч человек на Рязанской области, допустим, только. Сейчас. Большая часть страны. То есть у них клиенты, а эти клиенты от них никуда не уйдут. То есть, значит, можно им по 100 рублей дать? Можно. Можно прямо сейчас скинуться, если, ну в смысле, не жалко. Но при каких условиях? Если вы войдете в этот бизнес. Не, ну в этот бизнес-то мы войдем, если мы вам деньги дали. Мы можем увеличить тариф. Не, не. Например. Нет, тариф-то, ну я вот, например, не хочу больше платить им. Почему? Потому что, мне кажется, что они неэффективно управляют. Вот если они покажут, что они исчерпали все ресурсы для оптимизации своих производств и попросили нас стать их акционерами и показали, что мы им можем дать свои деньги, как инвесторы, мы с вами. Ну, может, еще кого-нибудь попросим, ребят. То мы им соберем на подстанцию. Ну, может быть, иностранные компании захотят. Мы же захотим аудит попросить. Ну, мы сейчас и делаем его. Мы сейчас делаем. Да, и мы сейчас уперлись вот в это в том числе. То есть в технологически устаревшую базу. Да. Во многом за счет чего получается, что им приходится удерживать вот это количество людей, управленцев в том числе. Ну, надо показать другую модель. То есть нам с вами, как инвесторам, Павел должен показать другую модель, при которой они становятся более эффективной, более производительной компанией. Коллеги, еще у кого есть вопросы? Спасибо. Да, вот я бы хотел вас попросить. Я представляю компанию Россети с нашими коллегами. И вот к нам как раз пришел Сибур. Мы государственная компания, они, по сути дела, частная компания. Причем с учетом даже той очень для нас прискорбной картинки, по сути дела, когда смотришь на производственный процесс, то получается, что в принципе вот в таких компаниях достаточно уже те функции, вернее, те методы, которыми можно было бы использовать, они в принципе используются. То есть про аутсорсинг. Вы сейчас про какую компанию? Про Сибур. Про Сибур, да, потому что они к нам в гости пришли. То есть получается, что аутсорсинг используется. Мы тоже применяли аутсорсинг. Получается, что они, попробовав это, некоторые компании включили обратно. Мы точно так же по такому же пути шли. Мы проговаривали нормирование труда. У них есть, они частная компания, они могут себе позволить принять решение о покупке продукта, допустим, у консалтинговой компании, для того, чтобы она провела там функции нормирования труда и сравнила их не только внутри, но еще и с крупными предприятиями вовне, на там мировом, допустим, рынке. Потом дальше, что еще? Расписание бизнес-процессов, да, и посмотреть, что в каждой из 25 площадок, какие функции используются, как они реализуются. В принципе, все эти методы, они по сути дела понятны, как им, так и нам. И, скажем так, внедрение новых современных технологий, но они опять-таки же завязаны на вложении на финансовых достаточно. Но мы пока про это не говорим, надо бы хотя бы понимать, какие надо применить технологии, потому что, как мы показали, инвесторы-то найдутся, которые готовы будут при соответствующем повышении производительности труда проинвестировать в любую компанию, в частную или там кредитом в государственную. То есть, получается, механизмы, которые известны и им, и нам, они одни и те же. Другое дело, то, что, грубо говоря, у них один доход, у нас другой доход, и даже реализовав их, насколько мы их понимаем, мы хорошо понимаем, что, допустим, мы свою компанию сейчас не сможем вывести на тот же уровень компании. Но мы хотя бы можем представить, помечтать об этом, помечтать. Но в итоге получается, что реально это воплотить в жизнь и это привести к какому-то результату будет практически очень сложно. Ну, смотрите, тут одно из двух. Либо будут гибнуть компании целые, а такие компании инфраструктурные, как ваши, в общем, не хотелось бы, чтобы гибли. Ну, либо будут там социальные взрывы какие-то вокруг этого, либо придется думать и настаивать в своих компаниях на каких-то принципиальных решениях. Ну, видеть их сначала, мечтать о них, а потом настаивать. Но получается, что таким образом, что единственное принципиальное решение, которое, в принципе, здесь возможно, допустим, для нашей компании, для Россетей, это переход на цифровые технологии. Ну, скорее всего. И других, по сути дела, их быть не может. Ну, наверное. Потому что только после перехода на цифровые технологии мы сможем произвести, в том числе, повысить производительность труда и соптимизировать тот же самый персонал. Потому что я правильно понимаю, что вы озвучили, что мы можем только двумя функциями регулировать это персоналом. Способами. Способами, да. Регулировать это персоналом и, по сути дела. И выручкой. И увеличение выручки. Но смотрите, ну, как бы, если даже мы применяем новую технологию какую-то, скорее всего, у нас уходит часть персонала. Да. Ну, я не знаю. Я вот в этом смысле радикал, конечно. То есть персоналом кто-то должен другой заниматься. В государстве должна быть устойчивая система. Высвободился персонал, должно быть Министерство труда, которое занимается его трудоустройством. Они должны об этом думать. То есть, ну, как бы, компании должны находиться в контакте с региональными министерствами труда. Потому что любая цифровизация и любой переход на новые технологии, вы видите, из сельского хозяйства в Америке высвобождает людей в другие сферы. А у нас куда высвобождает? У нас высвобождает на улицу. То есть, ну, как бы, такого быть не должно, мы все это понимаем. Но, тем не менее, компании страдать от этого не должны. У них нет социальной функции. Ну, как бы, при капитализме. При социализме есть. Ну, вот хорошо. Тогда с нами я поняла, да? Вот тогда просто чисто интересно. А тогда с Сибуром как же быть? Ну, как быть? Вот у них хорошая компания. Не знаю, как с ними быть. Видите, 350 тысяч долларов на одного сотрудника. Им тяжелее всего. То есть, так получилось, что вот в ходе обсуждения, вот коллеги предлагали, а по факту, то есть, компания уже занимается этими проблемами, повышение производительности труда. То есть, есть прямо отдельный такой проект по всем функциям. Вот, и, соответственно, увеличение там выручки и EBIT в два раза у нас планируется после запуска нового производства в Тобольске. То есть, вся компания прирастет в два раза. Вот, плюс дополнительные инвестиции, строительство нового производства там на Амуре, Благовещенске и экспорт Китая. То есть, вот, как бы, ну, компания растет и занимается. Честно говоря, других путей, которые вот не пробовали, их, наверное, нет. Вот, цифровизацию тоже сейчас запустили, вот уже первый год работаем. Спасибо. Но, скажите, вот вам эта работа как-то помогла увидеть предприятие, найти какие-то новые возможности, о которых вы раньше не думали? Ну, вот, если примерять на себя там погоны высоких руководителей, понимаем, что, наверное, вот центр обслуживания бизнеса, который у нас существует, отдельным подразделением занимается там юридическими вопросами, там, бухгалтерская деятельность, наверное, можно выделить все-таки и совсем прям вовне. А что касается новых технологий, новых производств, может быть, захотелось заменить какую-то технологическую линию, не знаю, там, по производству чего-нибудь на более новую, о которой вы знаете и есть место, где это сделать? Новые технологии у нас, обновление сейчас ведется, большие стройки и в части регионов, это, к примеру, там, в Уфе, одно из предприятий, вот, непосредственно в Тобольске, вот, 4 года назад сдали новое производство, там, выросли на 500 тысяч тонн. Вот, и, соответственно, еще два проекта, вот, я говорю, в Амуре строим для Газпрома и будем строить для себя в 2024 году газохимический комбинат. И, соответственно, есть новый проект, это вот вчера спикеры там подсветили, такой тонкой химии, но с огромными эффектами для всей России, то есть малииновый ангидрит, так называемый. Спасибо большое. Ну, вообще, вы знаете, в прошлом веке Менделеев считал, что Россия должна заниматься не добычей нефти, а именно переработкой и продажей продуктов, созданной на ее основе. Коллеги, есть ли какие-то еще вопросы, просьбы, обратная связь? Да. Коллега наш из Сибура сказал, у меня вопрос простой очень. Существует два типа оптимизации кадров, да, это одна оптимизация, когда мы их действительно на улицу выгоняем, и вторая это диверсификация активов, да. То есть добавление, переучивание и закидывание их туда. Оно работает, скажите? Ну, вообще должно, везде работает. Потому что вот в Сибуре оно, скорее всего, работать будет, да, потому что предприятие само по себе такое. Вы же знаете, да, Сибура – это одна из лучших компаний в стране. Да, и она может себе позволить дополнительные найти направления для бизнеса, вкладывать туда деньги, инвестиции свои, да, и расширяться, и, в общем-то, своих же сотрудников где-то оптимизировав, засунуть туда, переучив правильно, но это нормально. То есть не выкидывать никого, скажем так. Выкидывать на улицу, я считаю, просто, мое личное мнение, нужно неквалифицированный, бесполезный персонал. Слушайте, ну, люди – самый главный капитал в нашей стране. Скоро их будет еще меньше. Разбрасываться людьми в коем случае нельзя. Да, поэтому можно создавать новые бизнесы рядом. Коллеги, может быть, вы что-то хотите сказать? Можно? Да? Скажите, что вам как бы показалось важным? Ну, я в дополнение к речи моего коллеги хотел добавить просто, что выгонять нужно не слабо образованный, там, неквалифицированный персонал, хотя, может быть, и это тоже. Как делают у нас азиатские товарищи, они придерживаются такой поговорки «рыба гнет с головы». И если в компании все идет плохо, увольняют не работяка, а в первую очередь начальника. Ясно. Спасибо большое. Коллеги, ну, чтобы у вас не создалось впечатление, что у нас сессия была про то, что выгонять людей, значит, мы обсуждали с вами возможности технологических изменений в компании, выделили блоки, выделили блоки конкретные, в которых можно проводить технологические изменения. Эти блоки должны вытаскивать производительность труда предприятия, становиться центром генерации выручки, прибыли компании, распределение оттуда всех затрат в компании. И, в общем, вот мы пробовали нарисовать компанию на одном листе. Я хотел вам сказать, поскольку время уже закончилось, мы стоим с вами перед теми же задачами, что и сто лет назад. Вот в журнале «Хочу все знать» в апреле 1926 года молодой и амбициозный руководитель Советского Союза, который только-только после смерти Владимира Ильича Ленина пришел к власти, писал, что очередная основная задача состоит теперь в том, чтобы ускорить темп развития нашей промышленности, двинуть вперед всю нашу индустрию, используя имеющиеся ресурсы, и ускорить тем самым развитие хозяйства в целом. Можем ли мы, в состоянии ли мы, будучи представлены себе самим, без займов извне, на основе внутренних сил нашей страны, обеспечить для нашей индустрии такое накопление и такие резервы, которые необходимы для проведения курса на индустриализацию, для победы социалистического строительства в нашей стране. Значит, ну, до репрессий 37-го года осталось 11 лет. Так что, ну, в общем, у нас с вами есть шанс еще разочек повторить менее болезненно путь по решению такой задачи. Спасибо вам. Аплодисменты